Саратов Игру, только не Миссис Хатсона, а мы с вами, дорогие друзья. Хороший первый атак от краснодарцев и удар неплохой довольно-таки, но удобный для голкипера. Высоте давайте быстренько по составу Кубани. У нас не играет Дмитрий Терновский. Кубань с того момента, как пришел Вадим Евсеев. Немного позже об этом, потому что будет дальний удар, но для Юрия Нестеренко это семечки размялся. Юрий вперед, Махатаза неплохо, кстати, разворачивается. Какая передача здесь, и нужно забивать, наверное, Илья Грузнов, а он все равно был в офсайде, поэтому не столь это важно. Я бы не сказал, что это контроль ради контроля, смотри, какое продвижение мяча вперед. Подача Грузнов пробивает, и какой сейф от Косаревского. Ну вот уже Кубань за сегодня, наверное, не 1,02 момента создала, да, но, наверное, уже где-то полтора как минимум. То есть уже на полгола по XG Кубань точно не играла. Мачок капитан Сокола на месте, капитан на месте, это что за гол, это что за гол, это что за удар. Все, мы выполнили миссию в Саратове, это что было, какой голешник. Голище просто я бы сказал. Но ее так же не будет, потому как кубанцы мяч в себе возвращают. Ох, как проходит эта передача Грузнов, это 1-1, а не было ли там офсайда, нет. Ярослав Хромей показывает на центр, счет становится равным, и Грузнов бежит. Что Грузнов во всаде, но это оказалось не так. А это ответ Сокола, это удар по воротам. Потому что Кубань ватадит, давай посмотрим, Вадим. Подача, и здесь должен быть удар, это гол, не зря я взял паузу, 2-1, Кубань выходит вперед. А то что, снова Грузнов, Грузнов сегодня грузит. Грузнов отгрузил двушку, 2-1, Кубань. Наверное, если бы Нестеренко тоже был в синем, поэтому его попросили переодеть. Ну и с собой была только красная футболка Юрия Нестеренко, которая, кстати, вот как раз очень в тему, да, когда мы про него говорим. А пока Сокол в атаке, кстати, здесь пробить можно с дальней дистанции, почему бы нет, и выстрел получается неплохим. Но Нестеренко здесь, конечно, не очень доволен партнерами, которые позволили этому. Это позиция системообразующая, поэтому, когда у него игра идет, понятное дело, что... Ой-ой-ой, вот так нельзя, вот так нельзя, выход 1-1, передача и гол, и гол 3-1, что происходит? Происходит хитрик Ильи Грузнова, чтобы вы понимали, хитрик. Но это, конечно, настоящий подарок был сделан футболистами Сокола. Очень недоволен после такого удара. А ведь каждый подход к чужим воротам для Сокола сейчас это шанс. Ой, как жестко, ой, как жестко эта карточка, здесь без вопросов. Получает ее Казанцев, кстати, у него ведь есть горчичник, и да, это красная. Красная Сокол остается в меньшинстве. Сокол, уступающий со счетом 1-3, будет доигрывать этот матч, играет с ближним. Но вот теперь звучит финальный свисток. Кубань со счетом 3-1 обыгрывает Сокол в Саратове, одерживая вторую в этом сезоне домашнюю победу, набирая тем временем 20 очков. Кубань.